Смотри, у одного леденец, другой читает книжку, а этот, кажется, спит. Второй дом на центральной поселке Красный Ключ стал излюбленным местом многих жителей. Пару дней назад здесь, на фасаде старого жилого здания, появились сказочные панды. Раньше этот дом был обычным, теперь он какой-то такой, ну, как сказать, такой красивый. И, ну, как бы, когда смотришь на них, так задумываешься о чем-то, ну, в смысле, теперь не скучно. Теперь, можно сказать, что у нас Красный Ключ охреняет три большие панды. Галина, возвращаясь после работы, не смогла пройти мимо такой красоты. Говорит, теперь их поселок зацвел новыми красками. Здесь, вот, мне кажется, очень красочно, конечно, для детей, для всех. Радует глаз. Лучше, чем обычный дом стоит. А так скучно было, так веселее стало. Детям тоже интересно. Интересно, красиво. Художник Дмитрий Кудинов сейчас завершает последние штрихи. Говорит, осталось самые трудные детали. Рисует специальной аэрозольной краской для граффити. На все работы ушло чуть меньше недели. Это пилотный проект, который в Татарстане, были только в Казани подобные проекты, которые мы делали также в 2012 году. И сейчас пришло время для Нижнекамска. То есть для жителей это необычно. То, что ты видишь в интернете, это все-таки не проецируется на тебя, на твой город или на твой дом. Но когда ты видишь живую, это совсем другая история. По словам главного архитектора города, сказочные граффити появятся еще на 50 домах Нижнекамска. Где именно, пока держат в секрете. Регина Шигапова, Лесян Саитова, Эфир 24. Ганнибал с понедельника по четверг в 23.30 на телеканале Эфир. Спасибо.